Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами своим последним заказом с сайта Faberlic. Постаралась здесь все так максимально в девственном виде оставить, но, конечно же, большинством из этих продуктов я пользовалась, поэтому обзор будет не просто так, вот посмотрите, что я купила, а более детальный. Первое и самое интересное для меня, это вот такие вот летние сланцы. Я в прошлом году себе тоже такие заказывала, они немножко по-другому выглядели, но сделаны абсолютно точно так же были. И у меня эти сланцы прожили, ну я не знаю, почти все лето, пока моя собака не откусила с вот этой вот стороны вот эту штучку. И после того, как он это откусил, естественно, их осталось только выбросить. И я очень надеялась, что в этом году они вернут их в какой-то похожей яркой расцветке, в общем-то они это сделали. У меня размер 39-40, это достаточно точный размер, они на мне как раз идеально сидят. Они очень удобно для пляжа, то есть, ну естественно, не просто гулять там по городу, а я конкретно их беру для пляжа, очень удобно, ничего к ним не пристает, ноги даже когда в песке, немножко обтрусил, вот одел вот эти вот штуки, или быстро одел, там побежал за какой-то мороженкой. В общем, безумно мне нравятся эти сланцы. И если вы ищете что-то такое бюджетное, именно для того, чтобы по морю гулять, вот отличный вариант. Еще заказала несколько новинок, которые ни разу не пробовала, хочу сразу вам о них рассказать. У них появились восковые полоски для удаления волос, то есть для депиляции. Ни разу не пользовалась, ведь я вот эту штуку открыла. Здесь у нас сколько, 8 полосочек по 2 штуки, то есть каждая полосочка разделяется на 2. Они вот так вот выглядят, ни разу не пользовалась конкретно фаберликовскими. Я когда-то пользовалась какими-то в супермаркете, я какие-то купила. Это был мой единственный опыт полосок. Я помню, они мне не очень понравились, потому что они очень хорошо захватывали все волоски, но лето впереди, в общем-то, надо будет обязательно это все протестировать. И я думаю, я вам чуть попозже расскажу уже конкретный обзор на эти полоски. Еще тоже поддалась вот этому стадному рефлексию и заказала себе вот такие вот флеш-татуировки. Это был огромный взрыв прошлого лета. Все ходили с этими флеш-татуировками. В этом году, ну, наверное, будет то же самое, но я, в общем-то, тоже решила попробовать. Мне вот эти перышки понравились. Ну и в целом хочу... У меня скоро тоже день рождения. Может быть, на день рождения куда-нибудь себе налеплю, там вот здесь на руку или куда-нибудь. Короче, посмотрим, как мне пойдет. Я, на самом деле, в последнее время очень часто задумываюсь, всерьез задумываюсь над тем, чтобы реальную татуировку себе сделать. И пока смотрю мастеров, пока все это обдумываю у себя в голове. Ну, вот это вот так, для того, чтобы заглушить это желание сейчас. У меня почти закончился мой крем под глаза, поэтому я решила попробовать что-то из Фаберлик. Давно я не заказывала. И кремы под глаза, конкретно Фаберлик, мне более-менее нравятся. То есть для лица, которые я заказывала, они мне не подходили. А именно под глаза нормально я пользовалась. Я в этот раз взяла вот такой вот. Это, по-моему, какая-то возрастная серия. Ну, если мне не подойдет, или если будет для меня слишком, то я думаю, маме своей отдам. Здесь что написано? Что обеспечивает эффективный лифтинг кожи век, борется с морщинами, устраняет темные круги вокруг глаз, снимает отечность, уложняет и питает зону вокруг глаз. В принципе, не вижу здесь ничего такого сверхъестественного, чтобы мне не подошло. Ну, посмотрим, потестируем. Тоже чуть попозже вам отчитаюсь. Еще заказала у них новую вот такую вот круглую расческу. Я их периодически обновляю. И именно вот этими расческами я делаю себе укладку. Вот если вы видите, да, как у меня сейчас челка уложена, да, так немножко, как, как это сказать, такой, как лесенкой, да, вот. Я такие укладки делаю именно с помощью вот этой вот круглой, конкретно вот этой круглой расчески. И из-за того, что я постоянно, как бы, как это сказать, зацепляю голоса, да, и сушу феном, она периодически приходит в негодность, и я ее обновляю периодически. И вот моя последняя уже такая, она покосанная немножко, поэтому я решила, что пора что-то уже новенькое заказать. У меня здесь еще осталось несколько штучек для тела. Заказала я вот такой вот гель для душа. Это ароматная земляника. Они сейчас вывели вот этот аромат в целую линейку. Там и мыло есть, и гель для душа, и кремы какие-то для рук, и, ну, в общем-то, целая линейка у них. Я вот конкретно этот запах, я его просто обожаю. Это один из самых, наверное, удачных запахов берлик в целом, поэтому не пропустила, пока они не сняли его с производства, решила заказать себе такой гель для душа. С этим же ароматом заказала себе обычное мыло. Мой муж любит мыться именно вот таким вот куском мыла. Ему почему-то гель для душа не очень нравится, поэтому ему я заказываю вот такие. И спелая смородина, еще один запах, который я обожаю просто. Вот это самые несинтетические запахи, которые я вот вообще встречала вот в такой вот бюджетной косметике. Очень-очень приятный аромат. Этот продукт у меня засветился в прошлый раз в пустых баночках. Понравилось мне это мыло. Очень приятное, абсолютно нейтральное, нет у него какого-то запаха. Очень такое кремовое и не слишком пересушивающее руки, поэтому я решила его еще раз заказать. Это комплексный уход для ежедневного применения с алантеином. Если вы думаете, если вы часто заказываете какое-то жидкое мыло, попробуйте вот это, очень неплохое. Последнее, что у меня осталось здесь, это два средства для дома. Это гель для стирки и кондиционер тоже для белья. Гель для стирки в одно время у них испортился. Я перестала его заказывать. Мне не нравилось, как он стирает вещи. Потом он вообще, по-моему, исчез у них с каталогов. То есть они его отправили, как я понимаю, на переформулировку или как-то так. Я не знаю. Ну, в общем-то, они, видимо, обновили состав его. И я решила попробовать вот уже как новую серию, по крайней мере, после того, как они заново появились уже в каталоге. И один раз я им пользовалась, и впечатление у меня опять стало лучше. Посмотрим, как пойдет. Может быть, конкретно в этом случае я еще так под впечатлением чего-то нового. Но вроде бы как получше. Я вам точно скажу чуть попозже. Что касается кондиционера, они мне очень нравятся. Потому что белье очень мягкое. Когда вытаскиваешь со стиральной машины, вообще такое прям мягкое-мягкое. Единственное, белье нельзя слишком долго сушить, иначе вот эта вся мягкость пропадает. То есть вешаете, сушится. Только-только высохнет, сразу нужно убирать. Иначе оно засыхает, и, в общем-то, толку уже никакого от кондиционера нет. Тоже дали мне новый каталожик. Это 8-й 2016-й, 23-й 05-й, 12-й 06-й. Тут все такое летнее, вообще просто безумно классно. И, кстати, я тоже заказала вот такой вот купальник, мне попался сейчас. Но купальник будет в конце мая. Да, там автозаказ на эти купальники. Посмотрим. Тоже я вам его покажу. И если понравится, то, конечно же, тоже буду рекомендовать. Но это чуть попозже. Вот и все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео и было для вас полезным. Если так и было, обязательно поставьте мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Ну, у нас с вами еще осталось очень много продукции, о которой я хотела бы с вами поговорить. Что-то я допользовала до конца. От чего-то я буду избавляться практически нового, что мне не понравилось по качеству. Детально вам расскажу обзор о каждом продукте. Здесь мы видим подвижное веко, здесь веко поднимается и с этой точки начинает опускаться. То есть до вот этой вот точки мы будем строить нашу тушевку темным цветом.